Впервые за годы независимости Кыргызстана и церквиканского бюджета одна за другой закупается новая техника для министерств и ведомств. Это стало возможным благодаря инициативе президента Садыра Джапарова, который уделяет особое внимание модернизации государственных структур и улучшению их материально-технической базы. Кыргызстана и церквиканского бюджета одна за другой закупка специальной техники – это значимый шаг на пути к укреплению национальной безопасности, улучшению экстренных служб и повышению эффективности работы различных государственных органов. Так, на этой неделе новую спецтехнику за 1 миллиард сомов получило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, а также 40 служебных машин. Для нужд водного хозяйства за счет республиканского бюджета на сегодняшний день всего передано 66 единиц спецтехники. Глава государства Садыр Джапаров осмотрел выставленную на центральной площади Аллату новую технику и ознакомился с ее техническими характеристиками. К концу ноября этого года поступят остальные 38 единиц. В своем выступлении президент поздравил сотрудников отрасли с днем работников сельского хозяйства и подчеркнул ключевую роль агропромышленного сектора в экономике страны и озвучил меры государственной поддержки, направленные на его развитие. Сельское хозяйство Кыргызстана – одна из важнейших отраслей нашей экономики. Оно способствует производству качественной продукции, конкурентоспособной на мировых рынках созданию перерабатывающих предприятий и рабочих мест. Я также хочу сказать, что в следующем году служба водных ресурсов получит не менее 400 единиц специализированной техники. Мы должны еще больше усилить позиции Кыргызстана на новых рынках, сделав акцент на увеличении экспорта. Мы и дальше будем бороться с изменениями климата, создавая условия для успеха наших сельскохозяйственных производителей. Далее президент торжественно вручил сертификат от спецтехники Ментельхозу. Вся эта техника отправится по регионам страны. В числе ведомств, которые получили с начала текущего года новую технику – это Министерство чрезвычайных ситуаций, Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения. Так, на этой неделе обновился автопарк Миниздрава. А именно, из президентского фонда были выделены финансовые средства на закупку 20 новых машин скорой помощи. При распределении новых автомашин скорой помощи в первую очередь учитывалась отдаленность поселка от ближайшей больницы. Все 20 спецавтомобилей были направлены в регионы и города Кыргызстана. Мы приехали из села Караколка из Сокольской области. Оно является самым отдаленным поселком от больницы почти 200 километров. Раньше у нас была небольшая нива, и то постоянно ломалось. Туда лежащий больной физически не помещался. Теперь с этой новой машиной работать будет легче, и для сельчан это хорошая новость. Когда вызывали машину скорой помощи через, представь себе, 280 километров дотуда и обратно, это 600-700 километров, это занимало 10-12 часов. Естественно, больной страдал. А в настоящее время, как только поступит вызов, если нужно будет, машины, которые проходимые, будут доставляться в ближайшие ГСВ, в ближайшие больницы в течение 3-4 часов. С начала текущего года в Кыргызстане для энергетической и угольной промышленности было закуплено 89 единиц спецтехники. Благодаря закупке новой техники МЧС сможет значительно расширить свои возможности по ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. К примеру, пожарные машины с грузоподъемностью 5,8 тонн воды позволят проводить тушение пожаров в более сложных условиях. Министерству внутренних дел было предоставлено 66 единиц новой техники, а Министерство транспорта и коммуникации за последние несколько лет привлекло значительные инвестиции в обновление и расширение парка спецтехники. В период 2022-2023 годов было приобретено 297 единиц спецтехники на сумму 3,2 млрд. сомов. Таким образом, закупка специальной техники за счет средств республиканского бюджета не только повысит эффективность работы государственных органов, но и улучшит качество жизни и безопасность граждан.